А пока о том, что происходило в четверг. Замеситель председателя областного правительства Денис Буцаев презентовал директорам клининских предприятий областные проекты поддержки бизнеса. Продолжит Евгения Цветкова. В начале дело, потом слово. Первым принял делегацию правительства области индустриальный комплекс Клин Автотранс. Одну промышленную площадку здесь делят почти 20 крупных предприятий. Среди них «Юскер», «Картопласт», «Деловые линии». Ну а в сентябре на территории комплекса запустят производство гофрокартона. Планируется, что в Клину будет вырабатываться 3% этой продукции от всего объема российского рынка. И вот здесь у вас появится 200 рабочих мест. Да, здесь появится инвестиций. Сколько сюда? Объем инвестиций в оборудование составит около 1,5 миллиарда рублей. Соответственно, наверное, миллиард-миллиард 200 – это помещение. Вся инфраструктура находится вместе с котельной, там, подстанцией. На очереди Кефата – завод по производству торгового и складского оборудования. Клинские стеллажи и тележки уже несколько лет на расхват в торговых сетях России и Европы. На днях первые поставки ушли в Италию. Сейчас готовится контракт с Германией. Еще один индустриальный парк развивается вокруг завода AGC. На территории Стекольного скоро появятся новые предприятия-резиденты. За три года в районе создано 3,5 тысячи рабочих мест. Это, безусловно, достижение округа. Однако предприятия нуждаются в поддержке правительства. И об этом шла речь на личной встрече зампреда правительства с директорским корпусом Клинского округа. Мы хотели тоже воспользоваться займом. Попробовали рассмотреть государственную программу поддержки, но, к сожалению, у нас не получилось. Почему? Ну, во-первых, займы маленькие. Мы как бы не... Там от 100 до 500 миллионов. Ну, 100. Нам предлагали 100. Нет. Мы на следующий год предложили на модернизацию тратить по 500 миллионов. Андрей Юрьевич должен это одобрить до конца августа. Если одобрит, то мы 500 миллионов сможем дать по субсидированному кредиту. В качестве помощи предпринимателям Денис Буцаев обещал поддержку и сопровождение в получении правительственных грандов, выгодных займов на развитие, а также привлечение в округ новых инвесторов. Мы готовы в ближайшее время поддерживать всех производителей Подмосковья, которые будут выходить с экспортными проектами. Мы будем развивать как альтернативные формы торговли, так и продолжать диалог с федеральными торговыми сетями для того, чтобы сделать условия для наших производителей более льготными. А уже сегодня Министерство инвестпроектов получило задание от зампреда правительства проработать вопрос о возвращении муниципалитет бывших земель АСТ Клинский. Евгения Цветкова, Татьяна Барульна, Александр Сидей, Максим Максимов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.